Вы нас чуете? Да, я вас слышу. Добрый вечер. Скажите, какие у вас данные есть из Славянска сейчас? Ну, данные, то есть у меня знакомые проходили, получается, по центру, там, где не было блокпостов, это в районе 20-го магазина, вот, там, получается, полностью перегородили дорогу, потом, получается, там, где вход сам, Славянс, еще одну баррикаду построили из деревьев, из подручных, ну, то, что под рукой было. Спиляли деревья, ветки, потом, еще, на этом самом, на Артема поставили новый блокпост. А кто поставил, вот вопрос, кто? А кто, сами люди ставили. Кто? Ну, граждане, граждане. А, извините, а как вас зовут, скажите? Меня зовут Сергей. Сергей, а вы за Пономарева или против? Пономарев, Пономарев, а, это тот, который лидер... Это так называемый мэр, да. Ага, ну, не, ну, как вам сказать? Я, честно говоря, за мир, я не за кого, вот, как-то так. Как не за кого? Потому что, что я сегодня видел, в воздухе вертолеты и стрельба в полпятого, это, как бы, ну, вообще... Ну, смотрите, я сегодня видел много роликов из Славянска, где какие-то женщины с Георгиевской, такими лентами кричали, что мы не пустим сюда военных, мы защитим свой город и так. От кого, собственно, защищать? Это же украинская территория, украинская армия. От кого они защищаются? Ну, как, ну, у нас, в Славянске, здесь, как бы, бытует мнение о том, что, ну, как, все, 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 вот это, допустим, русское телевидение, все остальное, показывает на то, что именно украинские власти хотят нас просто истребить. Кого вас истребить? По вам стреляют? Ну, жители Славянска. Кого? Жители Славянска, Донецкой области. А, скажите, это массово применяют оружие против мирных жителей, вы хотите сказать? Ну, против мирных жителей было применение оружия. У нас, получается, ехала семья... А вы, подождите, давайте не сейчас, получается, ехала семья, вы о себе говорите. Мне вот эта вот информация, я там слышал, мне сказали. Вы лично страдаете? Вы лично... Я лично. Да, вы лично. Вы лично нет? Нет. Вы лично нет? Спасибо, до свидания. Нет, на самом деле, давайте еще один вопрос. Скажите, в самом Славянске, вот, сейчас чувствуется проведение антитеррористической операции? Ну, конечно, чувствуется. Я сегодня сам видел, как вертолеты летали, как один вертолет подбили. Вам было страшно? Ну, конечно, страшно. Стрельба. Слушайте, а вот вам страшно, когда говорят слово «правый сектор»? Да. Страшно, да. А когда говорят слово «русские оккупанты»? Нет. Вам не страшно? Нет. Окей, спасибо. Ну, я общался с вот этими, ну, как ополченцами, или как их правильно называть. Вот. Нормальные, обычные люди, даже многие с граждан Славянска переходят, как бы, туда. Ну, в том-то и дело, что, в общем-то, все нормальные люди, все обычные люди, но почему-то эти люди требуют отсоединения города Славянска от территории Украины, при том, что, на сколько, вот сколько вам лет? Нет, с полного 26. 26. Вот все 26 лет вы же жили в Донецкой области, это была все эти 26 лет, это территория Украины, откуда идея о том, чтобы вдруг ни с того ни с сего отсоединить. Например, сегодня в Калининграде были арестованы граждане России за установку немецкого флага над админзданием. Да, и ничего, никто не возмущается, они арестованы, и все в порядке. То есть, вот, а в Славянске почему-то кто-то решил установить флаги иностранного государства и общественной организации Донецкой Республики, кстати, не зарегистрированной, и никто за это не наказан, ничего не несет ответственности. Да, вот странная ситуация. Спасибо. Ну, я понял, я услышал вас. Спасибо за информацию, смотрите Громадский Толубатчин, оставайтесь с нами на связи через наши социальные сети, обновляйте там фотографии, загружайте туда видео, ролики, чтобы мы могли это показывать как можно большему количеству людей.